Музыка Привет, мам! У нас каждый раз меняются локации, когда мы здороваемся. Сегодня у нас путешествие длиной, бесконечность. Сегодня локация для привитаний. У нас берег Патонга. И самый главный пляж, чуть в сторону. Тут начинаются камни. И мы проезжали. Тут отличная смотровая площадочка с набережной. У нас новости великолепные. И мы наконец-то прикрутили держатель для телефона. И теперь можем нормально, блин, наконец-то ездить по навигатору. Аллилуйя! Вчера на меня снизошло озарение. Я понял самое главное отличие Краби от Бхукета. На Краби очень много дешевых или вообще бесплатных видов развлечений. Природа, храмы, национальные парки. Но тут, на Бхукете, всего этого нет. Все это заменяет платные вещи, такие как вейк, адвенчур парки. И очень много активностей, таких физических, авантюрных, адреналиновых. Но которые стоят тоже немало. Поэтому выбираем из меньшего, что мы можем себе позволить. И это, например, обзорная площадка Авиапляж, куда мы отправляемся сейчас. По идее, ты должен валяться на пляже, над тобой прилетать самолеты. Как это будет вживую, увидим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Время потрачено на самолеты. Хочу сказать, что место хорошее. Конечно, вы тратите большую часть дня, потому что самолеты сходят с периодичностью 15-20 минут. И у вас есть небольшой промежуток времени, чтобы сделать один и единственный удачный кадр. Но для новых впечатлений и разнообразия портфолио это самое то. Аэропорт тут побольше, чем в Одессе. Это в очередной раз заставляет расстроиться, почему у нас из-за определенных людей не развивается аэропорт. Пляж интересный, жалко, что тут у берега много водорослей. Не знаю, повезло ли это нам так, в кавычках, или тут постоянно такое происходит. Небольшая зона для купания, где есть спасатели, а грош на буйками. А когда мы пришли в другой части, были прям заметны такие обратные течения. И даже стоишь, когда на берегу, волна накатывает и обратно уходит. И чувствуешь силу, с которой она затягивает. Самое прикольное, это вовремя откидываться назад и видеть, как над тобой эта махина пролетает. А также размышлять о том, чтобы вдруг, если что, при посадке не случилась авария прямо у тебя над головой. А вот это называется внезапный взлет. После того, как мы провели полдня на пляже самолетов, наш энтузиазм не угас. И даже сильное чувство голода не помешало рвануть в храм в Адпра Тонг. Мам, привет! Мы только что совершили, наверное, самый постыдный поступок в нашем путешествии. Все начиналось очень не видно. В храм мы не успели. Прямо перед нашим носом монах закрыл двери, ворота, чтобы мы вошли в это святилище. Но увидели, что тут через дорогу есть еда. И вот сейчас надеемся, что сможем здесь отобедать. Мы спросили, можно ли тут остановиться. Сказали, да. Тайская кухня. Она нас посмотрела. Что вы? Разве будете это кушать? Мы такие, да, конечно. Какое впечатление, что здесь какой-то праздник. На нас смотрят так удивительно. Любопытно очень. Народ рассматривает. Кирилл пошел искать туалет. Но я надеюсь, что мы сейчас, возможно, к какой-то культуре приобщимся. Потому что я чувствую, что здесь, ну, для своих, как будто для прихожан. Назовем это так. И мы спрашиваем, насколько будет стоить еда. И мы такие, как спрятаться от этого всего позора. Мы просто вломились наглым образом на поминки человека, спрашивая о том, можно ли здесь пожрать. Понимаете, мы сидели и очень долго думали встать, сейчас уйти. Это будет как-то не очень красиво, потому что нам уже принесли еду. Она уже рассказала, что спайси, что не спайси. Они не отказывают никому, кто приходит на поминки. В принципе, может прийти любой человек. Вот, поэтому нас не послали и не побили, как, я думаю, возможно, было бы это у нас. Но, боже, как же это было очень странно. Это было неловко. Люди на нас смотрели, потом уже смеялись, угорали. Там одна женщина, которая разносила еду новоприбывшим, предлагала сесть за наш столик. Местные типа отмахивались от ее шуток. Она уходила и просто угорала в голос. Знаете, обычно люди едут куда-то в Азию, в какую-то экзотическую страну и говорят, ой, как хочется на местной свадьбе побывать. Но никто не говорит про поминки. Да, а мы вот побывали. Честно признаться, стыдно до сих пор. Но именно такие абсурдные моменты затем становятся яркими воспоминаниями. Редактор субтитров А.Семкин